Российские семьи, где трое и больше детей в возрасте до 18 лет, принято считать многодетными. Поддержке таких семей государство уделяет особое внимание. Дети из многодетных семей в школах получают бесплатное питание, им предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте и посещение музеев. Семье 30% скидка по оплате услуг ЖКХ и ежемесячная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей. Начиная с 1 января 2013 года действует закон Кемеровской области. Он называется «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего или последующих детей». То есть, если начиная с 1 января 2013 года в семье рождается третий, четвертый и последующий ребенок, и семья имеет доходы ниже прожиточного, то на этого ребенка выплачивается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч 585 рублей. То есть, в размере прожиточного минимума, установленного на ребенка в четвертом квартале предыдущего года. То есть, это был четвертый квартал 2012 года. Вот сейчас будет прожиточный минимум установлен на четвертый квартал 2013 года. Значит, этот размер пособия будет уже много выплачивать в 2014 году. Выплата назначается по заявлению мамы с момента рождения ребенка и по достижению им трехлетнего возраста. Для назначения этого пособия нужно точно также обратиться в управление социальной защиты населения, подтвердить доходы семьи справками за три месяца перед месяцем обращения. И обязательно нужна, знаете, какая справка с управлением образования о том, что в отношении детей они не были лишены родительских прав, а ограничены в родительских правах. То есть, не были замечены в жестоком обращении с детьми. В Ленинске-Кузнецком с 1 января по 30 сентября 2013 года на свет появилось 163 ребенка, которые в семьях стали третьим, четвертым и последующим ребенком. В 82 семье межемесячная денежная выплата в размере 5585 рублей уже выплачивается. Напомним также, что многодетные семьи, где родились третьи и последующие дети, имеют право на областной материнский капитал. Правда, потратить его можно только на погашение уже имеющихся жилищных займов или на приобретение или ремонт жилья, когда ребенку исполнится три года. Продолжение следует...